друзья привет друзья под вот эту патриотичную будоражащие нервы мысли музыку марш я начинаю свой забег до ласточкиного гнезда и хотелось бы обратно что получится не знаю но думаю что до гнезда добегут точно до километров 12 обратно уже по настроению погода что называется шепчет 27 уже градусов время где-то пол восьмого утра побежали мы к вам придем на дым просыпайтесь будь белым взрываем чарты fsm делай 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 мы можем вас на баррикады звать как вариант но лучше будем про любовь вами как паре white мы можем как угодно делаем как ты знаешь и в своих текстах про смерть я жизнь и утверждаешь пойми мой друг ведь я не доктор вам я тоже боль но можешь записаться на прием вместе со мной ну что малая мая держи цветок свой аленькое чудище твое в ватнике валенка целуй меня целуй да так чтобы я выжил и мы с тобой уйдем в побег из патика на крышу выше ноги от земли выше крыши выше небо право-лево это все только плепсу на потребу rätt ante а точно самый сложный участок на моем пути потому что сейчас поднимаюсь к Леводийскому дворцу, если бы конечно не он, было бы гораздо быстрее, а так по ступенькам бежать очень тяжело. Друзья, решил бежать по длинному пути, но по дороге, но бежать, чем идти по ступенькам и не бежать. Не подскажите к царской тропе, это туда? Туда? Спасибо. Поэтому лучше бежать, дольше, но бежать, чем по ступенькам идти, сбиваться с ритма, я так и считаю. Друзья, я в Леводийском дворце, вот памятник императору всероссийскому Александру Третьему. Сейчас уже гор и подъемов, надеюсь, не будет, если мне получится пробежать через дом отдыха или как санаторий Арианда. Там все перекрыто, но охранники меня два раза пускали, правда с гирями, когда я с гирями шел. Не знаю, сегодня пустят или нет, если же не пустят, то там будет очень крутой подъем. Нужно будет делать большой крюк. Увидим, что будет дальше. Помню запах детства, хлорка и мазута, шпал. Мы играли на стройках, Союз Республик пал. 121-я статья и комиссар Катани. Сейчас хороший панин, мертвый панин. Сериал «Бригада» наша, все, но без обид. Братцы, лучший Ватсон, старый Ватсон. Друзья, когда бегу по солнечной тропе, всегда выключаю музыку, потому что хочется насладиться прелестью природы, деревьев, птиц, тишиной. Друзья, вот о чем я говорил. Тишина и запахи. Здесь, кстати, очень много кошек. Вот одна из них лежит. Это, видимо, ее территория. И она никого сюда не пускает. Из кошек, разумеется, котов. Интересная мать природа. Кошка лежит. И она не занимается физкультурой. Но при этом она очень подвижна, прыгучая и так далее. Мне же, чтобы быть в форме, нужно бегать, что-то еще там делать. Она вон просто лежит в тенечке, ждет, когда ее погладят и дадут молока, например. И мороженку, скорее всего. Туристы любят мороженку. Друзья, те, кто не может расслабляться, кроме как выпив алкоголь или принял другие наркотики, мне вас искренне жаль. потому что вот идешь по тропе, вдыхаешь все эти запахи, ароматы, слушаешь пение птиц. У тебя такая перезагрузка происходит. Ты насыщаешься только положительными всякими эмоциями, настраиваешься на правильные ритмы совершенно бесплатно. Мой вам совет, живите трезво. Вам понравится. Указатель на солнечную тропу, то есть нам надо не вниз бежать, немножко вправо и вверх. Ой, честно сказать, заколебался уже. пробежал примерно две трети до лоточкиного гнезда. На самом деле это мало, очень мало. Я недоволен. Но связываю я это с еще не набранной формой и с тем, что сбиваю постоянно ритм, то в гору, то с горы, то остановился пофоткаться, то еще что-то там, сливу съел. Фух, тяжело. Уже мысли об одном, скорее добежать до гнезда, сесть на теплоход и отчалить в Ялту. Вот такие у меня мысли. Друзья, произошло чудо. Первый раз за несколько лет моего бега, моих занятий бегом в Ялте, и первый раз первым махнул незнакомец. Обычно я всем машу по привычке из Питера. Там это часто практикуется. Здесь же первый раз и прямо я тогда пешил, даже хотел ему крикнуть стой, друг, ты не из Питера случайно, но друг убежал. Класс. Уже обогнул так берег, что стало видно медведь гору. Еще бежать. Пробежал около 10 километров и только сейчас решил попить воды. Класс. Эх, жалко долго камера включалась. никогда такого не видел белка. Похоже, бельчонка куда-то транспортирует по веткам куда-то, видимо, в гнездо. Ни разу не видел. Много раз видел белок, но ни разу не видел маму с ребенком. вот это мне кажется самый лучший участок солнечной тропы. Он завершающий, конечный, в конце, но он такой, видите, ухоженный, много всяких еловых растений, море видно. здесь вот наиболее приятно бежать. Воздух просто обалденный. Друзья, выбежал на финишную кривую. Почему кривую? потому что сейчас по серпантину буду спускаться собственно в гнезду к самому замку. Солнце уже высоко. Назад, я думаю, точно уже не побегу. Особенно, если будет там теплоход. Друзья, вот спустился я уже в местный, как сказать, торгово-развлекательный центр. сейчас буду искать спуск к самому дворцу. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, скажите, как спуститься к замку? Куда? Извините, я просто не могу на вас на бабе нанарючить. Винтересно. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, точно решено назад не побегу. Потому что сейчас вот мне спускаться по ступенькам до этого дворца уже надоело. то есть я бегом бегу вниз по ступенькам. Представляете, если я побегу назад вверх? Ну, побегу, пойду. Не-не-не-не, спасибо. Лучше на корабле с ветерком. Короче, я прибежал очень сильно расстроен. Гнездо закрыто, корабли не ходят. Как добираться назад непонятно. Наверное, нужно будет ждать маршрутку. В ожидании маршрутки, утоляя жажду, усталость и поднимая себе настроение, буду пить холодный квас. Друзья, прогулка завершена завершена. Я в Ялте, приехал на маршрутке, иду домой, хочу по дороге выпить еще кваса, пол-литра холодненького, в душ, принимать белковый обед и отдыхать. Будьте здоровы! чтобы жизни тонус не погас, холодный пейте крымский квас. Квас пейте кейс, бургас, на маршрутке, му, по-другому, что, в-в, ку, Продолжение следует...